лучшее в данной ситуации решение. Но даже вот эти, казалось бы, очевидные вещи можно подвергнуть сомнению. Но есть классический пример, наверное, близкий к той публике, с которой мы работаем, пример со студентами. Предположим, вы собираетесь поступить в университет, ну или ваши дети, и выбирают, а какой ВУЗ им нужен. При этом выясняется следующая ситуация. В одном ВУЗе хорошая академическая программа, сложно учиться. А в другом ВУЗе легко учиться, но, наверное, таких знаний вы не получите. А что вам выбрать? Не каждый человек может даже для себя определиться, что ему нужно. Еще один момент. Мы отметили, что человек принимает оптимальное решение. Но оптимальное решение надо принять, и можно принять. Следующий слайд, пожалуйста. Только в том случае, если у вас есть необходимое количество денег, то есть отсутствует финансовое ограничение, если у вас есть полная информация, и если у вас есть время и для осознания этих решений, и для выполнения, для достижения тех целей, которые заявлены. И отсюда выясняется такая вещь, что на самом деле люди не всегда рациональны, что, как правило, они поступают по каким-то шаблонам, следуют стереотипам, достигают определенных целей. Правильно или неправильно, вот в этом вопрос. Поэтому мы здесь не соглашаемся, и многие экономисты сейчас не соглашаются, что человек в экономике – это рациональный человек. Но и не отрицаем полностью. Мы ставим знак вопроса и выясняем, до какой степени человек рациональный, а в какой степени. Когда вы принимаете решение о будущих событиях, это, как правило, вероятностные события. И здесь присутствует несколько моментов, которые связаны со сложностью принятия решений. Неопределенность, риск – это возможность наступления непредвиденных событий, причем риск, что называется, не только в отрицательном смысле, но и в положительном. Риск – это когда вы можете не только проиграть, но и выиграть. Ну и, наконец, еще одна характеристика вот этих черт – это вероятность. То есть степень того, что вы ожидаете, в какой степени оно может реализоваться, в какой степени не может реализоваться. В условиях неопределенности человек склонен принимать решение, исходя из следующих подходов. Первый подход – неприятие риска. Принимая решение, вы, как правило, стараетесь избегать возможных рискованных ситуаций. И еще один момент – неприятие потерь. Старайтесь избежать потерь. Дальше. Что же вам мешает в этом? Мешает несколько систематических ошибок, которые каждый из вас и из нас тоже совершает. Совершает. Иногда совершает, потому что не знает, что эти ошибки существуют. Иногда даже, зная, что есть опасность таких ошибок, совершает. Сейчас проиллюстрируем несколько таких систематических ошибок на примерах. Потом, обещаю вам, проверим на вас, насколько вы совершаете или не совершаете эти ошибки. Итак, первая ошибка – так называемая ошибка игрока. Крога предполагает, что любые события случайны, даже случайны, могут зависеть друг от друга. Для того, чтобы было понятно, что это такое, поясню на небольшом примере. Предположим, вы играете в рулетку в законном месте и видите, что пять раз выпала красная. Скажите, пожалуйста, когда будет следующий круг, вы на какой будете ставить? На красная или на чёрная? На красная. Кто-то на красная, кто-то на чёрная. Большинство людей рассуждает так. Да, если сейчас было пять раз красная, значит, скорее всего, в следующий раз выпадет чёрная. Мы, конечно, имеем в виду, когда там всё хорошо работает. Хотя на самом деле вероятность того, что в следующий раз будет чёрная, та же самая, 50 на 50. Но, тем не менее, отталкиваясь от предыдущих событий, люди прогнозируют следующее событие, независимо от предыдущих, всё-таки связываясь с предыдущим. Вторая ошибка – так называемый эффект подтверждения. Люди, как правило, готовы воспринимать ту информацию, которая согласуется с их представлениями, принципами, ожиданиями и отметает ту информацию, которую не хотели бы вообще видеть, реализовывать и так далее. С этим, наверное, тоже каждый сталкивался. Я хочу привести пример с ещё одной формой проявления вот этого эффекта подтверждения. Одной из форм проявления этого эффекта является также излишняя самоуверенность. Может быть, и вы можете такие вопросы провести у себя в коллективе, в любом, даже небольшом. Если спросить водителя автомобилей, как вы считаете, как хорошо вы водите машину? Выше среднего, средний уровень или ниже среднего? Как правило, 60-80% отвечают, что выше среднего. Хотя с точки зрения элементарной арифметики такого быть не должно. Тем не менее, да, это люди, когда вы принимаете решения, когда финансовые организации какие-то вам решения навязывают, они этот момент тоже учитывают. И ещё один такой неожиданный эффект называется эффект якоря. Когда человеку неизвестно, что произойдёт, он не знает ответ на вопрос, для того, чтобы сориентироваться, он пытается привязаться к любой информации, иногда даже не связанной. Тоже один из маленьких примеров приведу, постарайтесь воспринять его на слух. Проводили эксперимент, американцы этим давно занимаются, у них много экспериментов. Собрали две группы студентов или слушателей, которые были им доступны, и перед тем, как задавать какие-то умные вопросы, то же самое крутили рулетку. В одной из групп рулетка остановилась на цифре 10, предположим, в другой на цифре 25. А дальше пошли вопросы. Вопрос был такой, как вы считаете, какой процент стран из Африки являются членами ООН? Люди совершенно не знали ответа на этот вопрос, да ещё и связанный с процентами, поэтому отвечали на угад. Но оказалось статистически зависимо от следующей вещи. Первая группа назвала меньший процент, чем вторая группа. То есть они интуитивно цеплялись за ту информацию, которая им выпала на рулетке. Хотя она никакого отношения не имела к этим людям. Вот, пожалуйста, ещё один пример возможных ошибок. Далее, ещё несколько примеров. Эффект фрейминга. Это воздействие вербального представления проблемы на принятие решений. То есть если вам будут говорить о том, что вы там что-то приобретаете, сделать акцент на этом, то, скорее всего, вы на это обратите внимание. Если не будет акцента на потерь, хотя они подразумеваются, то человек будет принимать решение, связанное с тем, что ему нарезывается в такой формулировке. Далее, чрезмерное нетерпение. Имеется в виду то, что люди предпочитают сегодняшнее благо, а не будущее благо. С этим тоже, наверное, каждый сталкивался и может привести массу примеров. И ещё один пример, который здесь на слайде представлен. Некорректное сопоставление потерь и приобретений. Внимательно прочитайте, пожалуйста, как люди оценивают и сопоставляют друг с другом потери и приобретения. И поставьте себя на месте гипотетического человека, который в этом примере описан. Что вы будете ценить выше? Потерю 100 рублей ваших собственных, которые у вас есть, или приобретение дополнительных 100 рублей? Потерю. Потерю, да. Хотя суммы те же самые. Пожалуйста, дальше. Здесь представлен пример, как бороться с эффектом фрейминга. Необходимо сформулировать суть проблемы таким образом, чтобы здесь не было уже каких-то эмоциональных окрасок. И таким образом попытаться выбрать правильное решение. Ну а теперь небольшое исследование. Здесь на доске представлено 10 вопросов. Я думаю, что не на все вопросы вы знаете точный ответ. Даже в интернете не успеете посмотреть, пока мы с вами этот пример будем изучать. Я вас попрошу для себя записать на листочке или как вам будет удобно. Численные значения интервала, в который попадает правильный ответ с вероятностью 90%. То есть 100% не требует, но постарайтесь 90% обеспечить. Это означает, что постарайтесь угадать в 9 случаях правильный ответ. Пожалуйста, записывайте. Возраст, в котором погиб Юрий Гагарин. Интервал, как вы считаете, от скольки до скольки лет. Длина реки Волги в километрах. Интервал. Да, ваш ответ это интервал, в который попадает правильный ответ. Ну, надеюсь, на третий вопрос. Многие правильно ответят. Число республик, входивших в состав Советского Союза, единственное, особо грамотно начинает задавать вопрос, а в какой момент времени у нас количество республик тогда менялось? Ну, по окончанию Советского Союза, скажем так. Так, еще один интересный вопрос, если здесь нет учителей литературы, число глав в романе «Война и мир» Толстого. Хотя могу сказать, что это исследование мы проводили с учителями школьными. Потом расскажу о том, что получилось. Диаметр Луны в километрах, масса пустого самолета «Боинг». Год рождения Михаила Ивановича Ломоносова. Продолжительность беременности у азиатского слона. Не знаю, почему не африканского. Все едино, мне кажется, для вас и для нас тоже. Так, длина воздушного пути от Москвы до Нью-Йорка и глубина самой глубокой известной впадины в метрах. Так, ответили? Потому что я вам сейчас ответы покажу. «Боинг». Так. Можно проверять? То есть отмечаете интервал, в который попадает, на ваш взгляд, правильный вариант ответа. Все, проверяем? Пожалуйста. Теперь посмотрите правильные ответы. И поставьте у себя галочки, сколько раз вы угадали. Да, вот, пожалуйста, ответы. Первый вариант ответа – 34 года. Второй вариант ответа – длина реки Волги – 3690 километров. Число республик в Советском Союзе было 15. Число глав в романе «Война и мир» – 361. Диаметр Луны в километрах – 3475. Масса пустого самолета «Поинг» – 176094 килограмма. Год рождения Михаила Ломоносова – 1711. Продолжительность беременности у азиатского слона – 645 дней. Длина воздушного пути от Москвы до Нью-Йорка – 7510. И глубина самой глубокой впадины в океане – 10995. Сколько правильных ответов? Один? Еще один. Чем больше интервал, тем больше вероятность того, что вы ответите правильно. А почему-то вы задавали небольшой интервал. Что мы у вас в конце концов выявили, проверили вот этим тестом? Мы проверили степень вашей самоуверенности. То есть я вас попросила в девяти вопросах отгадать хотя бы правильный ответ. Один, два. То есть вот из тех аудиторий, с которыми мы работали по этому тесту, вы оказались самыми-самыми уверенными. Почему? Потому что со школьниками работали, со старшим классом. У них было 3-5 правильных ответов в среднем. Школьные учителя, у них было 4-6, иногда 7 правильных ответов. Ну, я не ожидала, что журналисты такие самоуверенные люди, но тем не менее. Интервал. Поэтому, да, чем больше интервал, тем выше вероятность попадания в ответы. Вот это маленький пример. Я вам только что рассказала о тех систематических ошибках, которые совершают люди. Пообещала, что я проверю на вашей аудитории, как вы совершаете эти ошибки, и вы тоже в них попали. Кстати, как эта ошибка называется? Эффект подтверждения, да? То есть люди слишком самоуверенно считают, да, вот это я назову, и это будет правильно. И, конечно, с этим сталкиваемся часто, и отсюда возникают так называемые поведенческие ловушки. Что это такое? Поведенческие ловушки, один из вариантов всем знакомых, это импульсивные покупки. Увидели, купили. Мы предпочитаем сегодняшнее благо взамен будущим. И потом уже думаем, зачем мы это сделали. Такое тоже случается. Но здесь уже чисто житейские рекомендации существуют. Увидели, захотелось, подождали до завтра. Если желание осталось, возвращайтесь. Второй вариант. Переоценка влияния материального благополучия. Вот это, наверное, особенно свойственно молодежи, которая считает, что вот если у меня вот это будет, значит, у меня случится полное счастье. То есть если я куплю вот этот ноутбук, на который смотрю, значит все. Потом проходит некоторое время, ноутбук есть, а счастье не появилось. Причем вот эти же вещи действуют и в отрицательную сторону. То есть кажется, что да, вот если этого не будет, все, потеря в жизни, невосстановимая и прочие вещи. Через некоторое время выясняется, что можно обойтись и без каких-то других материальных, кстати, не только материальных ценностей. И еще один пример поведенческой ловушки, которую тоже попытаемся проиллюстрировать на вашем примере. Учет безвозвратных потерь. О чем идет речь? Попытайтесь, может быть, у себя изобразить на листочке условную ситуацию. У вас есть два варианта ремонта квартиры. Первый вариант стоит 100 тысяч. Для того, чтобы сделать этот вариант, вы уже пригласили специалиста, который провел осмотр вашей квартиры и взял за это 5, ну даже 10 тысяч рублей. Сказал, да, сделаем ремонт, он будет стоить 100 тысяч. Второй вариант. К вам обратилась другая фирма, сказала, мы сделаем точно такой же ремонт хороший, и он будет стоить 95 тысяч. Рациональный человек, какой вариант должен выбрать, первый или второй? Рациональный человек должен выбрать второй. Потому что в целом он дешевле. Большинство людей выберут первый. Почему? Да, они уже заплатили деньги, они готовы заплатить еще больше, потому что уже внесли свои суммы. И вот этим тоже часто пользуются не только финансовые организации, но и любые субъекты, которые с вами работают. Стоит вам только внести какие-то суммы, и вы старо становитесь привязанными к этим суммам. Вот, что называется, элементы поведенческих финансов. Они имеют достаточно глубокое теоретическое обоснование. Можно привести массу примеров и тестов, аналогичных тому, что я вам приводила. Наша задача сейчас все-таки перейти к личному финансовому плану или к персональному плану, который является инструментом для достижения целей и который позволяет избежать многих ошибок фрейминга, ловушек, якоря и так далее, которые мы здесь назвали. Сейчас с некоторыми моментами этого раздела нашего выступления вас познакомит Юлия Сергеевна. Пошли. Мы уже сегодня слышали поговорку о том, что копейка рубль бережет. Но следуем ли мы данному правилу в нашей повседневной жизни? Экономистами выявлено, что в среднем от 10 до 30% нашего бюджета ежемесячно могли бы оставаться в нашем распоряжении. Однако у большинства людей не происходит такой ситуации. Соответственно, возникает необходимость составления личного финансового плана. Личный финансовый план можно назвать индивидуальной стратегией человека по достижению определенных финансовых целей. Личный или персональный финансовый план очень часто сравнивают с бизнес-планом организации, которая позволяет ей достигать определенных результатов в будущем. Водители также могут сравнить личный персональный финансовый план с навигатором, который показывает лучший маршрут из точки А в точку Б. Личный финансовый план можно составлять как для отдельного лица, так и для домохозяйства в целом. И здесь важно отметить то, что не нужно обладать высшим экономическим образованием, либо прибегать к высокооплачиваемым услугам специалистов по составлению личного финансового плана. Потому что в личном финансовом плане нужно опираться на три фактора, на три правила. Первое правило — это определение стоимости своей цели, это определение, конечно, самой цели, это определение времени, в течение которого мы достигнем данную цель, и определение темпов движения к данной цели. То есть вот они правила, представленные на слайде. Далее мы бы хотели перейти к составлению бюджета, и на данном слайде представлено составление доходной части У каждого человека возникают на разных периодах жизни разные финансовые цели. Иногда финансовым консультантам задают вопрос. Скажите, пожалуйста, а как мне лучше использовать свои деньги? На этот вопрос нет ответа, потому что вопрос поставлен неправильно. Для того, чтобы знать, как лучше использовать деньги, надо знать, для каких целей они вам нужны. Через сколько лет вам потребуется какая финансовая сумма. Так вот, чтобы выяснить, сможете ли вы использовать эту сумму, накопить эту сумму, и составляется личный финансовый план. Обращаю ваше внимание, что в личных финансах принято выделять два типа, пусть это скучно звучит, финансовых документов. Это личный финансовый план, когда вы говорите, что через три года я хочу иметь там что-то, то-то, то-то, которое будет столько-то, или он сейчас чуть попозже покажет, что это такое. И еще один документ – бюджет, в котором вы считаете свои ежемесячные и ежегодные доходы и расходы. Мы вам представили один из вариантов, самых простейших вариантов таблицы, которые могут заполнять люди, ну, скажем так, неопремененные экономическими знаниями, для того, чтобы оценить возможности достижения своих целей. Ну, наверное, еще две-три минуты попробуйте для себя заполнить таблицу доходов и расходов. Быстро, навскидку, почему? Потому что, понятно, что сейчас все не вспомните, но какую-то общую картину увидите. Обратите внимание, что доходы и расходы мы разделили на два типа. В зависимости от того, как регулярно они случаются. Ежемесячные, ежегодные, или разовые, или случайные, как угодно. Вот в дополнение к тем сложностям, о которых говорили в предыдущих выступлениях, помните, финансы — это скучно, финансы никто не будет изучать. Действительно, да, не все люди готовы изучать финансы. Я могу сказать еще одну вещь. Личные финансы — это не только может быть скучно, это может быть очень печально. Почему? Потому что вы считаете, что вам надо то-то, то-то через некоторое время. Как только вы начинаете грамотно подходить к этим вещам, обнаруживаете, что это в принципе невозможно. Но, к сожалению, об этом надо знать, чтобы не попадать в сложные жизненные ситуации. И один из инструментов, который позволяет это делать, это как раз бюджет. Когда вы оцениваете свои доходы, расходы и смотрите, что из этого получается. Достаточно, скажем так, не очень приятная вещь с точки зрения даже ведения этого бюджета. Для того, чтобы знать свои расходы, надо либо их каждый день записывать, либо собирать чеки, либо пользоваться программными продуктами, которые кого-то устраивают, кого-то не устраивают. Могу подсказать один такой хороший момент, который сейчас появился на сайтах отдельных банков. Если вы часто рассчитываетесь пластиковой картой, они вам выставляют структуру расходов за любой период времени. Когда посмотрела свои, поняла, что где-то надо менять, в том числе финансовое поведение. Конечно, имела представление, но тем не менее, тоже хороший вариант. Итак, оценили свои финансовые возможности, доходы, расходы? Мы сейчас попытаемся проиллюстрировать вариант составления личного финансового плана и способы его реализации на условном примере. У кого-нибудь получается свободная разница между доходами и расходами? Доходы минус расходы со знаком плюс. Минуса угоните? На самом деле, конечно, финансово грамотный человек, как сегодня было уже с самого утра заявлено, это тот, у которого вообще-то остается плюс. Для того, чтобы этот плюс иметь, надо, во-первых, считать, просто-напросто считать и оценивать. И, во-вторых, использовать некоторые приемы для достижения этого плюса, если в первом варианте расчетов он пока не получается. Итак, далее перейдем к составлению личного финансового плана и покажем это на примере. Например, надо превратить наше желание в четкую финансовую цель. Желание – это я хочу приобрести машину. Финансовая цель – я хочу купить автомобиль, например, Opel Astra, чтобы с комфортом совершить путешествие с семьей на море. Предполагаема стоимость данного автомобиля – 600 тысяч рублей, и я собираюсь накопить 600 тысяч рублей через полтора года. Необходимую сумму можно накопить несколькими способами. Мы рассматриваем два наиболее простых. Итак, стоимость автомобиля – 600 тысяч рублей. Накопление ежемесячное в течение полутора лет, 18 месяцев, свыше 33 тысяч. Можно предложить альтернативный способ накопления данной денежной суммы путем осуществления накопления на депозитии с ежемесячным взносом. То есть нам опять необходимо накопить ту же самую сумму – 600 тысяч рублей. И используя несложные расчеты финансовой ренты, мы можем получить, что ежемесячная сумма у нас сокращается до 31 тысячи. Мы вам поможем тоже. Итак, то есть четкая финансовая цель – это стоимость объекта, это срок, в течение которого мы будем накапливать необходимую нашу сумму. В качестве рационального подхода к принятию решений экономистам предлагается ряд мероприятий. Они, в свою очередь, очень просты. То есть минимизировать нужно статьи расходов те, которые составляют основную часть бюджета. Как правило, нерационально минимизировать те статьи расходов, которые составляют менее 5% бюджета. Экономить можно даже на самом простом, например, на коммунальных расходах, поставив счетчики воды, газа, электроэнергии. Также можно продавать ненужные вещи посредством интернет-ресурсов, которые представлены на слайде. Таким образом, вы освобождаете свое жизненное пространство, приобретаете дополнительные денежные средства и в то же время помогаете другим семьям. Могу привести примеры из, что называется, нашей, то бишь даже вузовской практики. Мы проводили занятия с нашими студентами по финансовой грамотности, студенты третьего, второго курса. Ну, дети еще молодые, казалось бы, для них это далеко, не всегда самостоятельно. Но нашелся студент, который сказал, вы знаете, я некоторое время назад стал вести свой личный бюджет и учитывать ежемесячно свои расходы. Спрашиваю, ну и как? Поначалу ужаснулся. Почему? Потому что получилось много. Потом, когда стал проверять, он дотошный мальчик, он проверил даже, сколько он потратил на оплату воды. Он говорит, я изменил свое поведение, я перестал принимать ванну часто, я перешел на дош. Это не значит, что он стал жить хуже, но тем не менее он понял, где возникли излишние затраты. Он перестал покупать булки в коридорах, потому что это оказалось, несмотря на то, что они одна дешевая, но в целом набегает за месяц достаточно большая сумма. Вот такие вещи он, конечно же, учитывал. И еще один пример, все-таки чуть-чуть назад, вернитесь, пожалуйста. По поводу рационального подхода к принятию решений. Обратите внимание, нам надо накопить деньги здесь за какой период времени? За полтора года. Вот есть некоторая закономерность, в литературе ее практически не видно, но тем не менее. В период, в течение которого вы хотите накопить деньги на какую-то финансовую цель, или в период, в течение которого вы планируете расплатиться с кредитом на ту же самую цель, этот период не должен превышать срока полезного использования данного объекта. Когда мы обсуждали пример с Юлей по поводу автомобиля, сколько лет на него копить, Юля предложила, ну давайте будем копить пять лет. Извините, покупать через пять лет и копить на него, или расплачиваться по кредиту в течение пяти лет за автомобиль, который вы будете использовать, максимум столько же, не имеет смысла. То есть период достижения цели все-таки должен быть меньше, чем период, в течение которого вы пользуетесь благами для этой цели. Поэтому и возможности экономии, о которых мы сейчас рассказываем, и получение льгот, здесь может быть не так существенны за этот период, но тем не менее набегают. В рамках бережного составления и введения бюджета необходимо не забывать о возможности получения льгот, которые помогают нам сокращать расходные статьи. В рамках данного выступления был сделан акцент на льготы, предоставляемые школьникам и далее студентам, и далее многодетным семьям, потому что в данной аудитории все семейные люди. Итак, перечень льгот для школьников может быть следующей. Это, соответственно, льготы на проезд, на питание. Для детей из малобеспечных семей органы социальной защиты предоставляют возможность получить бесплатную канцелярию, школьную форму, бесплатные учебники. Студенты тоже имеют широкий перечень льгот. В частности, студенты, которые обучаются на платной основе, они могут получить налоговый вычет от суммы, плаченную за образование. Это 13%. Также студенты получают широкий перечень льгот по своему студенческому билету при оплате в транспорте и при посещении различных культурных учреждений. То есть в данном случае представлена государственная Стратеговская галерея. Стоимость для взрослых посетителей и стоимость для студентов, обучающихся в аккредитованных российских вузах. Тоже, казалось бы, вещи многим известные, и о них многие знают и пользуются, слава Богу, многие. Привожу еще один пример. В свое время мы в университете проводили курсы повышения квалификации для наших же преподавателей по финансовой грамотности. Пришли на занятия преподаватели-экономисты. И в конце одного из занятий одна из наших дам сказала, да вы что, оказывается, я могу получить льготу по НДФЛ, но срок у меня заканчивается для получения этой льготы чуть ли уже не в ближайшие дни. Не надо срочно бежать. То есть вот эти постоянные напоминания, они тоже оказываются полезными не только для людей, не специалистов, но и для специалистов. Немалоизвестным способом поддержания семей является государственная поддержка семей, а в частности получение материнского капитала, который ежегодно интексируется, его сумма в 2016 году уже составит свыше 473 тысяч. Материнский капитал, всем известно, можно потратить на образование ребенка, на приобретение жилья, улучшение жилищных условий, либо на накопление пенсии матери. Государственная поддержка семей, точнее многодетных семей, тоже имеет широкий спектр, зависит от региона, точнее от возможностей бюджета данного региона. Некоторые способы поддержания многодетных семей представлены на слайде. Могу привести такой пример, что в ряде регионов предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 10-15, может быть даже 20 тысяч, в зависимости от региона, для многодетных семей, у которых число детей свыше семи, к таким праздникам, как 1 сентября день знаний и, например, Международный день семьи, любви и верности. Вот эти вещи, да, где-то в регионах других, где-то у нас, но когда мы доносим эту информацию для людей, вот в таком виде недостаточно. Всегда важно показать, а где и как я смогу получить эти деньги. Поэтому здесь, ну, обязательно стараемся доносить вопросы, связанные с инфраструктурой. Где, кто, что надо сделать. Таким образом, в качестве заключения можно сделать вывод, что здоровый бюджет – это тот, в котором ежемесячно остаются свободные денежные средства. А чтобы они ежемесячно оставались, необходимо самодисциплинировать себя, то есть дисциплина финансовая должна присутствовать. Необходимо вести домашнюю бухгалтерию, а также нужно прибегать к тем способам, о которых мы рассказывали, о минимизации расходной части бюджета и максимизации доходной части бюджета. Таким образом, мы вам представили один из вариантов или одно из направлений работы по финансовой грамотности. В каком-то смысле самое простое. Почему? Потому что здесь ни образования, ни специальных знаний не надо иметь для того, чтобы, первое, поставить финансовую цель, второе, на калькуляторе рассчитать ее параметры и затем организовать достижение этой цели через составление бюджета. Ничего дополнительно, как правило, знать не надо. Но мне кажется, что это одна из самых сложных тем. Почему? Потому что донести до людей важность этих действий и показать последствия того, что они будут делать, это очень сложно. Рутинная работа, ежедневная работа. Не каждый человек за нее берется, поэтому какие-то элементы интерактива, конечно, можно и стараемся использовать. Здесь в силу ограниченности времени мы не стали смотреть, что же у вас получается из ваших бюджетов и за сколько лет удастся накопить на автомобиль или на другую цель. Но это то, что в принципе возможно. Другие достаточно важные и распространенные направления, тема финансовой грамотности. Итак, вот это первое, с чего всегда обычно начинают личный финансовый план, ваше поведение, ваши возможности экономии. Другие направления связаны с управлением вашими активами, то есть то, что у вас есть, каким образом можно сэкономить на налогах, на том, чтобы сохранить имеющееся имущество. Дальше. Очень интересная тема для молодежи. Это куда вложить деньги, чтобы завтра стать богатым. Они еще люди более наивные, хотя вы, конечно, еще более самоуверенными оказались, чем молодежь, но ладно. И все считают, что да, чудеса существуют. Сегодня мы кладем рубль, завтра становимся все богатыми. Это тема инвестирования свободных денег. Важная тема, связанная с взаимоотношением с финансовыми институтами, с банками, с страховыми организациями. Это еще одно направление работы по финансовой грамотности. Пенсионные накопления тоже важная часть. Причем здесь на самом деле очень спорный момент, когда нам говорят о том, что пенсионные накопления – это важный ресурс для развития экономики. Мне всегда так казалось. Но когда не так давно пообщались с представителями пенсионного фонда на очередную конференцию, они сказали, забудьте об этом. Здесь самое главное – людей обеспечить деньгами. Уж получится это ресурсом для экономики или нет, вы не знаете. Что касается наших внутренних экономических проблем. И еще одно направление, которое входит в программу повышения финансовой грамотности – это повышение финансовой грамотности предпринимателей. Почему? Потому что предприниматели мелкие – это люди не очень финансово образованные. Может быть, им это и не надо. Но определенный минимум знания они должны иметь. И поэтому в рамках повышения финансовой грамотности также подобная тематика у нас рассматривается. Я бы назвала основные направления работы по финансовой грамотности, которые реализуются у нас в рамках государственной программы повышения финансовой грамотности. Это личные доходы и расходы, это взаимоотношения с финансовыми организациями, это пенсионные накопления, это управление активами и повышение финансовой грамотности предпринимателей. Пожалуйста, вопросы? Ну, это как раз и есть, 15-й год он еще не закончился. Что касается изменения поведения, да, вы знаете, некоторые изменения произошло. То есть люди в своей массе обучаются в том числе на своих ошибках. Приводили сегодня пример о том, что было в 2014 году. Помните, черный понедельник. Я могу привести продолжение этого примера, который покажет, что, ну да, люди, наверное, способны обучаться. Один из сотрудников нашей кафедры пришел однажды и рассказывает. Зашел вчера в банк, в котором я раньше работала, стоит большая очередь. Поскольку работал, спрашиваю, что такое. Пришли доллары покупать. Зашел через пару дней, когда черный вторник миновал. Большая очередь. Что такое? Пришли доллары сдавать. То есть люди потеряли, и они это поняли. Обратите внимание, вот сейчас, когда стали происходить существенные изменения курса валют, ну, по-другому стали относиться. Почему? Потому что, понимаем, это не так непосредственно нас затрагивает. Раз, и мы не сможем на вот наших импульсивных покупках заработать, это два. То есть здесь поведение меняется. Пожалуйста, еще. Скажите, а вот, вы думаете, человек что должен больше думать? О чем больше думать? О том, как больше заработать или как больше сэкономить? Я понимаю, что это то и то, что надо. Но вот как бы вот настраивать себя на что-то. В первую очередь, это зависит от ваших возможностей. Если вы можете больше зарабатывать, зарабатывайте. Если у вас ограничена возможность заработка прямого, тогда лучше экономить. Почему? Потому что я не призываю экономить повсеместно. Не знаю, смотрел ли кто-то, я однажды, даже не однажды, а пару раз посмотрела передачу «Американскую экстремальные способы экономии». Не видели? Но журналистам сильно советую посмотреть. Это жуткая вещь, особенно если кто-то занимается финансовой грамотностью. Экстремальные способы экономии – канал ТЛС. Это нечто. Первый женский называется. Канал называется Первый женский. Да? Да. Ну, может быть, да. Шутку. Понятно. А как расшифровывать ТЛС? А это английский канал, я не знаю. Английский? Да. Не американский? По-моему, английский. Потому что там больше американцев показывают, но… Поэтому, конечно, в первую очередь лучше зарабатывать. Если экономить, то рационально. А вот в вашей таблице, там нету… там есть проценты по кредитам, а в доходности нету, чтобы получение кредита. Это как бы мы его не считаем, и у него нет в прочей доходности. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Где там? Покажите мучки. Есть, есть. Там доход по вкладу есть. Да, доход по вкладам – это проценты по вкладам. Но здесь специально оставила несколько пустых строк, потому что у каждого свои вещи. Когда ты получаешь кредит, это все-таки в доход записывать, да? Когда ты получаешь кредит, а, хороший вопрос, это ежегодный доход. Вы можете записать, но не забудьте записать потом ежегодные расходы, да, да. То есть денежное поступление в плюс. Когда мы готовили актуализацию подобных материалов для нашего региона, я, например, смело могу записать здесь, если это сельский район дохода, это ЛПХ. Здесь очень индивидуальные вещи, поэтому, конечно, отражайте. Даже дивиденды остались для нас, это экзотика, но пусть так пока будет. А можно вопрос, о чем вы беседуете с индивидуальными предпринимателями, обучая финансовой грамотности? Так, скажем так, обучая финансовой грамотности, работали с индивидуальными предпринимателями не в рамках данной программы, а еще несколько программ у нас было. Основные моменты с индивидуальными предпринимателями связаны, а, с поисками источников финансирования, какими они бывают, Б, налогообложение, В, личное финансовое планирование и бюджетирование на предприятии, учет и анализ затрат, ну и, естественно, бухгалтерские вещи. Вот по поводу предпринимателей хочу немножко поставить проблему. Дело в том, что мы говорим о финансовой грамотности. Вы все специалисты филологии, все специалисты? Наверное, да. Есть понятие «грамотный человек» и есть понятие «профессиональный филолог». Вот финансовая грамотность — это для всех людей, не для профессионалов. Если мы говорим о предпринимателях, то там есть тонкая грань, когда от грамотности мы должны перейти к профессионализму. Вот здесь надо всякий раз эту грань отыскивать и не переходить через нее, потому что иначе остальным это будет неинтересно. Поэтому здесь, да, общие вопросы, налоги, как считать, как планировать, потому что когда сталкиваешься с индивидуальными предпринимателями, ну, там еще более вопиющие вещи случаются, чем с обычными людьми. Они, например, не понимают, почему нельзя взять деньги из кассы и использовать их на личные цели, когда захочется. Потому что они не представляют, что такое бизнес, каким образом формируется имущество и отражается. Здесь такое тоже случается. Спасибо.